Добрый вечер всем! Сегодня мы поговорим о HP, о его будущем, которое вот-вот настанет, а именно о седьмой версии, которая нас ожидает совсем скоро. Сразу скажу, что изменений каких-то новых у этой версии, изменений не так много, то есть гораздо меньше, чем, например, количество изменений, которые появились при переходе, при появлении PHP 5 после PHP 4. И даже гораздо меньше изменений, которые в течение вот этих вот нескольких лет, можно сказать, даже многих лет в течение версии 5 появлялись. И здесь в первую очередь изменения внутренние. То есть в первую очередь это новый движок PHP. И в пятой версии, по сравнению с четвертой, был новый движок, теперь он опять новый. Говорят, что он очень быстрый. По крайней мере, не только сами разработчики, но и те, кто уже успел попробовать, и на каких-то своих серьезных проектах, говорят, что прирост производительности в два, а то и в три раза. Что, согласитесь, не просто неплохо, а очень даже хорошо. Вот. Сегодня мы поговорим о изменениях, которые нас ожидают, которым надо быть готовым. Необратимых изменений, прямо скажем, не так много. То есть не должно случиться такого, что вы перешли на новую версию, и у вас все сразу перестало работать. Вот. Ну, начнем, наверное, издалека. Начнем издалека. Значит, первый пункт, это постепенно, вы знаете, избавляются от всякого ненужного барахла, ненужного хлама. Вот. Его выкидывают. Ну, на этот раз очередь дошла до так называемых асптегов. Да. Те, кто знает, многие даже и не знают о том, что такие были. Вот такого плана, специальная директива в конфигурационном файле PHP, за это отвечала асптег, называлась. Все, ее теперь не будет. Теперь такие асптеги использовать будет нельзя, их оттуда выпилили. Их оттуда выпилили. Это во-первых. Во-вторых, опять же, если вы помните, у нас в PHP, вернем вот это дело, до этого не дошло. Лирическое отступление. Вы, может быть, кто-то из вас слышал, что сейчас обсуждается. Пока этого нет, но в обсуждении, скорее всего, к этому придут возможность, что если в файле только PHP код, нет мешанины с HTML или с чем-то другим, только PHP код, то обсуждают возможность не указывать теги вообще. То есть, если здесь только PHP код, то можно будет писать вот так. Но это пока в стадии разговоров, пока этого нет. Так вот, второй пункт, опять же, что у нас выпилено, это связано с регулярными выражениями. Если вы помните, у нас регулярные выражения, было два стандарта, перл совместимые. Вот, и POSIX, стандарт. POSIX, в принципе, давно уже, несколько версий назад, объявлен деприкейтед. И вот сейчас их все выбили. Выбили, да? Ну, на всякий случай напомню, что POSIX, регулярные выражения, за них отвечали, их можно было использовать в функциях с префиксом EREG, да? А перловые с префиксом PREG. Так вот, все вот эти EREG, они тоже были объявлены деприкейтед, и, соответственно, они сейчас уже выпилены. То есть, в седьмой версии не будет, поэтому, если кто-то до сих пор еще игнорирует сообщение, а начиная с версии PHP, не помню, 5.3, по-моему, 5.4, кажется, или 5.3, я уже могу ошибаться, давно это было, и, соответственно, использование этих функций выбрасывает уровень ошибок деприкейтед. Вот, кто их до сих пор игнорировал, то пора все-таки приходить на PREG, PREGREPLACE и подобные функции. Это, так сказать, второй пункт. Это у нас речь идет о барахле, прямо скажем, да? Вот так. Вот, теперь, значит, следующий вопрос, следующее, да, что у нас идет, это такой небольшой нюанс, это тоже, в принципе, тоже, как бы, это уже не выпиливание, да, а изменение. Это выпилен саппорт 16-ричной поддержки формата чисел в строках, да? То есть, вот такого плана, вот такого плана, то есть, если у меня в строке, предположим, 16-ричное число какое-нибудь, что-то типа FF, да, то теперь для того, чтобы сравнить его, например, вот так, там, с 255, предположим, да, то нужно будет указывать, не моноля промахнулся, вот таки вот образом, да, нужно будет указывать 0x. FF. Ну, это, в принципе, сменение такое, редко кто это, мало кто использовал, поэтому многие его и, например, не заметят. Это не заметят. Ну, это все, что относится к выпиливанию чего-либо, да. На самом деле, друзья мои, на самом деле еще, значит, что у нас предложено к выпиливанию, кстати, сейчас надо проверить, я, честно сказать, забыл слегка, его выпилили, нет, по-моему, мы повесили еще деприкейтинг, да? Это из старого PHP, 4-го, поддержка конструкторов, да? Опять же, я, значит, напомню, что в 4-м PHP, и это до сих пор в 5-м сохраняется, был конструктор, для того, чтобы описать функцию конструктор, необходимо было ее назвать так же, как имя класса, так же, как имя класса, да? Вот таким вот образом. Вот, на самом деле, это не какая-то прихоть PHP, это так во многих языках других программирования устроено, вот, но, а в PHP, соответственно, 5-м, на смену этому пришел служебное, да, название конструктора, констракт, однако, тоже мало кто об этом знает, тем не менее, поддержка вот такого варианта конструктора определения осталась, да, для обратной совместимости, и если, соответственно, если в классе отсутствует констракт, то 5-й PHP очень хорошо за конструктора принимает вот этот метод, а если констракт есть, то тогда этот метод становится обычным методом, становится обычным методом, вот, значит, здесь у нас, если мы диск посмотрим, ну, вот он у нас, видите, вот я запустил, деприкейтед, выскочила ошибка, не надо использовать, в принципе, я так понимаю, его еще не выпилили, да, но уже готов к выпиливанию, поэтому, вот, надо это дело постепенно от этого освобождать, ну, мало кто, опять же, использовал, хотя, на самом деле, на мой взгляд, на мой взгляд, это спорная вещь, спорная, одно другому на самом деле не мешает, иногда бывает и так удобно, не знаю, я, по крайней мере, я не вижу причин конкретных, да, для чего это было выпиливать. Вот, изменения, связанные, опять же, с выпиливанием, прямо скажем, коснулись и такой конструкции switch, она вообще такая достаточно бардачная, да, там можно много чего делать, чего нельзя делать в других языках, в частности, в частности, у нас, будем считать, что у нас есть какая-то переменная x, да, вот, и в частности, у нас была возможность в пятой версии использовать несколько операторов дефолта, то есть, дефолт один, echo один, например, да, вот, и дефолт второй, предположим, где-то, вот, сколь угодно много, и сейчас, сейчас вы видите, это приводит к фатальной ошибке, обратите внимание, да, вот он пишет, да, что switch, конструкция switch, может содержать только один оператор дефолта, но тоже вряд ли кто-то этим пользовался, скорее всего, но так или иначе, предупрежден, значит, вооружен, предупрежден, значит, вооружен. Следующий момент, да, это мы все говорим о том, что же все-таки выпилило, но что же все-таки появилось, у нас появился очень интересный, хитрый такой оператор, так называемый space ship оператор, который выглядит вот таким образом, очень странным, да, ну, у него достаточно специфическое назначение, специфичное назначение, то есть, речь идет о чем? Предположим, да, стандартная вещь, предположим, у нас есть какой-то массив, каких-то чисел, да, вот таких вот, вот, мы решили его отсортировать, да, uSort, здесь мы передаем nums, вот, и бросаем функцию обратно у вызова, да, function, здесь мы передаем a и b, вот, и стандартная ситуация, которая нам нужна, да, наша функция должна вернуть, ну, на самом деле, тут все зависит от того, что мы хотим, вот, вот так вот, да, она должна вернуть что-то типа этого, да, либо a больше, меньше, либо равно, вот, в частности, она должна, можно описать, чтобы она возвращала либо минус один, либо один, либо ноль, да, вот, теперь вот эту конструкцию, теперь эту конструкцию можно переписать как раз с помощью вот этого вот, соответственно, space ship оператора, такой симбиоз, это симбиоз, меньше, либо равно, больше, либо равно, и равно, то есть, значит, если левый больше правого возвращается единица, если меньший, левый меньше правого возвращается минус один, если они равны, то возвращается ноль, одним махом семерых побивался, да, то есть, можно вот так теперь отрабатывать, но я не знаю, насколько это будет востребовано, потому что, в принципе, все и так работало, ну, может быть, сказать, может быть, может быть, кому-то это будет удобно, может быть, кому-то это будет удобно. А вот здесь следующее интересное появление, очень интересное появление, да, интересное, это такой оператор из СЭП, тернарный из СЭП, два подряд вопросика, два подряд вопросика. Вот, значит, как он работает, да, то есть, мы теперь с помощью этого оператора, с помощью этого оператора, можно написать что-то типа вот такого вот, предположим, у нас пришли какие-то данные, да, или что-либо еще, и мы можем, например, написать, если какой-то пись, да, предположим, раньше, раньше, например, писали вот так, да, предположим, если, в строке запроса, то тогда пусть и будет X, да, иначе, иначе там будет что-то другое, предположим, да, это стандартный тернарный оператор, правильно, да, теперь, теперь мы можем указать это, записать, обратите внимание, да, вот таким образом, вот таким образом. Вы можете сказать, вы помните, да, вообще-то, вы скажете, подожди, 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 у нас же там вообще-то есть и так сокращенный, да, нам позволено опускать один из операторов, что это такое, дело в том, что это не, обратите внимание, это не сокращенный тернарный оператор, это is set, да, такой оператор, что это, что это означает? Дело в том, что вот эта часть, обратите внимание, это очень важно для понимания, эта часть, она не приводится к булеву типу, то есть, грубо говоря, здесь не осуществляется, да, приведение к булеву типу true или false или что-либо еще, да, или что-либо еще, вот, а здесь фактически используется функция is set, здесь вот так, то есть, то же самое, что написано было бы вот таким образом, is set, понимаете, да, is set, то есть, то есть, технически, эта запись, вот эта запись, она эквивалентна не вот верхней, которая у меня в третьей, скажем, да, не верхней, а эта запись эквивалентна или этой, сейчас я ее, вот так, вот, значит, она эквивалентна вот этой строке, вот, вот этой, не третьей, но пятой, то есть, is set, а is set, как вы помните, да, он проверяет только на значение, то есть, было ли присвоено значение, то есть, не является ли это значением now, то есть, даже если здесь будет, например, значение false, да, или что-либо еще, да, то будет использовано это значение, а не значение по умолчанию, не значение по умолчанию, он, здесь не проверяются сами значения, понимаете, да, то есть, опять же, еще раз, чтобы было такое представление, предположим, да, представление, представьте, опять же, у нас, что у нас есть какой-то параметр, параметр, который false, да, false, и мы, предположим, делаем так, да, там, value, value, и мы говорим x что-то вот так вот окей, да, так вот, это окей сюда мы не получим, мы здесь будет false, да, потому что здесь проверяется на и set, и set, а поскольку set, как мы видим, был, мы его сами лично руками, как бы, да, просетили, вот, поэтому здесь так и случилось, поэтому здесь нельзя в этом случае, например, будет проверить, проверить и что-то типа вот такого, и вэл, вау, например, вот так вот окей, да, да, здесь оно не сработает, здесь нужно, как ни странно, будет проверять на false, да, если мы прогнозируем, что там false, например, может сценироваться, и так далее, это именно из set, тернарный из set, да, это очень важно. Значит, тут меня, так, маленькое отступление лирическое, меня здесь попросили, уважаемые слушатели, меня попросили, попросили, чтобы вы все отключили свои микрофоны, у кого у вас микрофоны включены, потому что другим это мешается. Я со своей стороны здесь, в принципе, поотключал, как бы, но по идее у вас не должно ничего быть. Вот, вот я нашел один микрофон невыкрученный у кого-то Алексея, ну, я его выключил, да. Ладно, идем дальше, идем дальше. Значит, вот, значит, еще одна, значит, в продолжении этого мы можем, понятно, это дело пускать в цепочку, пускать в цепочку, да, то есть, например, предположим, предположим, написать нечто, вот представьте себе, у нас опять же, да, пусть есть какая-то переменная, B, которая, например, false, да, false, вот, и мы, например, можем написать вот так, echo, A, A, B, и ok, ok, да, так вот, обратите внимание, при проверке, вот это now, вот это now, да, а поэтому мы перейдем дальше, а вот это, опять же, это false, это, то есть, мы до ok не дойдем, чтобы в нашей цепочке дойти до ok, это дело должно быть now, это дело должно быть now, вот таким образом, вот такой интересный, соответственно, оператор, хорошо, идем дальше, идем дальше, что у нас еще появилось, ну, можно коснуться чуть-чуть объекта ориентированных дел, кстати, не только, в принципе, да, это пространство имен, ну, это, тем, кто их использует, к сожалению, сейчас редко и мало кто использует, пока, вот, пространство имен, появилась возможность их группировать, группировать при их импорте, то есть, если сейчас, например, нам приходится писать вот такую вещь, например, A, B, пространство имен, еще какое-то, да, положим, и B, 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 например, C, 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 и Y, Y, да, ну, таким вот образом, да, нам приходится сейчас писать, писать, то, значит, теперь, теперь мы можем написать вот так, один раз, как бы, да, условно говоря, корень, потом, вот так фигурные скобочки, точку запятой, кстати, здесь, обратите внимание, да, обязательно поставить, вот, и здесь просто уже расписать, да, например, через запятую вот так, вот так, вот так, и вот так, да, ну, это, это если аналог того, что я написал, вот таким вот образом, да, как-то будет вот так, ну, это просто, опять же, тем, кто это использует, это действительно, наверное, будет все-таки удобно, это будет удобно. Вот, раз, опять же, мы коснулись такого пространства-демен, они все-таки по большей частью в объектно-ориентированном подходе используются, то, обратите внимание, нас вообще ждет замечательная новость сейчас. сейчас. Теперь мы можем, это, понятно, не касается функций, но мы можем все зарезервированные служебные ключевые слова использовать как имена метода, то есть, такие как list, for each и прочее, да, то есть, у нас, если есть какой-нибудь класс full, то мы можем спокойно теперь написать что-то типа, например, function list, предположим, да, вот, function list и ничего нам за это не будет, да, вот, если мы сейчас попробуем это дело написать, посмотрите, вот, и попробуем здесь это все дело запустить, да, вот таким образом у нас, то все должно случиться хорошо, вот, о, здесь я, ой, извините, это я что-то по привычке, да, опечатался, да, вот он наш окей, видите, вот он наш окей, как видите, да, прекрасный, сейчас сделаем, чтобы нам не мешалась PHP-версия, вот, окей, как видите, да, все хорошо, это можно использовать, да, но это кому не хватало слов, скажем так, да, иногда бывает и не хватает. Следующий момент, что у нас еще, да, еще на самом деле появилось очень, опять же, это мы сегодня говорили, что у нас выпилили из регулярных выражений, что появилась очень интересная функция, которая называется preg-replace callback array, да, значит, чем она интересна, чем она интересна, тем, что у нас, смотрите, да, ситуация какая была на данный момент, предположим, у нас есть какой-то массив, какой-то массив, и мы пишем вот такую вот preg-replace callback, preg-replace callback, вот, в котором задаем, соответственно, три параметра, да, три параметра, то есть у нас здесь сначала мы передаем массив, предположим, у нас есть массив, в котором что-то, да, вот, ну, например, не знаю, там, PHP 5 и PHP, к слову, PHP 7, да, например, в нашем случае, вот так, давайте вот так вот, вот сейчас, чтобы не размазывать, вот так вот, это первый параметр, да, вот, сразу же тут, давайте, чтобы, опять же, чтобы не забыть, мы тут сразу же еще и третий параметр сделаем, вот такой, это что мы будем искать, вот так вот, да, например, вот, и здесь, соответственно, между ними у нас функция, function, вот так вот, да, вот так, наверное, мы сделаем, вот так, которая принимает, соответственно, то, что нужно, да, и здесь мы можем делать что-то типа вот такого, да, предположим, что мы сделаем, ну, здесь мы пишем if, тут много надо написать, на самом деле, да, например, if, star, pose, предположим, да, матчес, то, что он нашел, посмотрите, да, сколько у нас писанины, да, предположим, да, мы пишем, если там, hp, там, например, 5, да, вот, если мы ничего не нашли, да, вот, если мы ничего не нашли, то мы возвращаем, что мы возвращаем, ну, наверное, мы возвращаем, там, но, да, вот, а если, предположим, да, или так, в общем-то, очень заморочено, да, окей, обратите внимание, сколько писанины, в общем, такой небольшой, прямо скажем, дурдом, вот, то теперь, фактически, все то же самое, все то же самое, да, можно переписать, значит, функции, как я уже сказал, которые называются, preg replace callback array, array, которая будет выглядеть совсем просто, посмотрите, да, то есть, мы здесь просто укажем, вот так вот, массив, массив укажем, вот таким образом, как-то, да, вот так, сейчас я запятую уберу, я ее потом поставлю, а то я сейчас ее потеряю, да, и здесь будет так, и так, если у нас тут такое значение, здесь у нас будет, отработает одна функция, например, return, да, там, of no, предположим, да, вот, это запятая, вот, или, соответственно, здесь у нас отработает вторая, какая-то функция, да, и, наконец, мы указываем, вот таким вот образом, да, видели, теперь сравните эти два варианта, сравните два варианта, этот и этот, явно, что второй вариант гораздо проще, по всему, и меньше писанины, и задумываться надо меньше, и читабельность выше, ну, в общем-то, плюсов достаточно много, плюсов достаточно. Следующее изменение, которое нас ждет, значит, какие изменения нас следующим ждут? Появилась возможность создавать анонимные классы. Я понимаю, что этот случай может быть чуть-чуть дико, но, тем не менее, примеры есть, примеры есть, какие? Ну, например, да, посмотрите, вот, как мы сейчас, как мы сейчас, как бы, с вами работаем, то есть, представьте себе, что у нас есть некий интерфейс, некий интерфейс, который называется message, message, да, в котором описан, ну, я для экономии места буду в одну строчечку писать, хорошо, я, это чистая экономия, чтобы побольше на экран вместилось, function, например, описано get, get text, да, вот так, get text, это наш интерфейс, и есть, соответственно, тот человек, который описал и этот интерфейс, он же описал какой-то класс, например, logger, у которого есть стандартный статический метод, метод, который, например, называется log, да, log, который, там, ну, эхо, конечно, лучше, если он будет не эхо, а будет писать, но мы сейчас никуда не будем писать, который будет, значит, обращаться к этому методу, вот, а откуда возьмется message? А message этот возьмется вот отсюда, вот, мало того, он еще и принудительно, да, указал type hint, да, он сказал, что, уважаемые, это будет не просто объект, а тот объект, экземпляр того класса, который реализует интерфейс, message, да, теперь, мы хотим воспользоваться этим, причем, может быть, одноразово, или быстро, или без особых затрат, да, то, в данной ситуации, в данной ситуации, нам придется, что, нам придется описывать класс месседжер, то есть, я напишу класс что-то типа, да, например, там, my message, вот так, да, my message, да, который, соответственно, message, message, вот, да, там я, естественно, беру, описываю эту, этот метод, да, этот метод, вот, этот метод, который, значит, что он сделает, он, давайте, ну, возвратить, например, окей, окей, да, окей, вот так, вот, ну, в принципе, писанина мало, но, тем не менее, мне пришлось соорудить самый настоящий класс, да, то есть, я, теперь я пишу спокойно, да, говорю, логер, я говорю, логер, например, лог, лог, да, и бросаю туда, например, там, new, my message, new message, вот так, да, что-то типа такого, да, вроде бы, я не напортачил, что-то все должно работать, вот, мы получили окей, мы получили окей, да, но, еще раз говорю, в чем здесь минус, а минус здесь в том, что мне пришлось описать этот класс, он теперь существует, а мне, может быть, хочется, чтобы это дело произошло, там, например, одноразово, там, мне лень это писать, вот, теперь вместо вот этого чуда, да, ой, это я зря удалил, я могу написать теперь вот так, смотрите, message, я создаю функцию, создаю функцию, вот, создаю функцию, которая, вот так, в круглых скобочках, видите, да, очень интересно, new class, то есть, анонимный класс, у него нет имени, ему это имя не надо, да, он делает все то же самое, этот класс делает все то же самое, он, implement message, то есть, здесь-то я все расписываю, факт то, что он создался одноразовый, фактически, на лету, вот так, да, здесь у него, понятно, абсолютно, тот же самый, как бы, метод описан, да, но его у меня нет в списке, нет в списке, он у меня здесь, я могу потом углу убить, если мне надо, и я могу написать log, опять же, log, и передать туда этот самый message, как видите, да, вот так, и, соответственно, как видите, опять же, все замечательным образом отработал, да, то есть, ну, в какой-то мере, где-то, кому-то, это может быть, полезно, следующий вариант, следующий вариант, переворачиваем, так сказать, страницу, коли у нас здесь сейчас, я упомянул и использовал TypeHint, да, то, в принципе, сейчас появилось долгожданное, собственно, некоторыми, в том числе и мной, ожидаемое событие, ожидаемое событие, это указание TypeHint, да, вы знаете, вы помните, на всякий случай, я вам напомню, что у нас функции, когда мы пишем какую-то функцию, мы можем указать, уточнить для переменной, какой тип требуется туда передать, на данный момент, до PHP 7, у нас существовало всего лишь несколько вариантов, это, в первую очередь, любой имя класса какого-то, имя класса, что экземпляр такого класса, плюс у нас был Array, Array, да, что мы сюда можем только Array передать, плюс у нас был еще, например, псевдотип CallLabel, да, CallLabel, то есть нечто вызывание мое, да, все, теперь у нас полный сет всего, что мы можем передать, то есть мы можем, например, написать функцию, вот так вот, и сказать, что здесь этот, первый параметр, будь добр, мне число, целочисленное значение, второй параметр, тоже, например, целочисленное значение, да, вот так вот, и return A плюс B, вот так, по таким образом. Значит, а как это работает, да, как это работает, а, извините, я тут зарапортовался, конечно, вот, как это работает, значит, на самом деле, на самом деле, то есть, он может, этот такой type hinting может работать в двух вариантах, двух вариантах, значит, вариант номер, опять, что-то я сегодня, ну, уже вечер, это понятно, да, вот, в данный момент, это мягкий вариант, то есть, на самом деле, в данной ситуации, эти hinting просто не проверяются, да, вопрос, зачем я их написал, но зато, как видите, и ошибок нет, то есть, это очень полезно, просто для указания, самому себе, да, чтобы было понятно, чтение, чтобы была понятна, что это называется, сигнатура функции, что же там все-таки передается, да, потому что сейчас, как бы, указать, просто нет возможности, просто нет возможности, однако, если мы хотим, чтобы это был жесткий вариант, да, действительно проверялось, то нам нужно сделать следующее, нам нужно самое, обратите внимание, первой строчкой кода, самой первой строчкой кода, указать, такое, функцию declare, declare, да, директива, вот, и написать там, strict, вот так, strict types, strict types, 1, вот так, strict types, равно 1, все, с этого, обратите внимание, с этого момента, с этого момента, у нас, а теперь включается строгий режим, и попытка вызвать эту функцию, как видите, привела к ошибке, о чем у нас здесь и написали, причем он сразу дал две ошибки, да, восьмую строку, где вызов, и пятую, собственно, где и произошла ошибка, здесь написано, что второй аргумент, который вы передаете функции added, должен быть type integer, а вы передаете строку, да, все, с этого момента, стало все плохо, стало все плохо, вот, мало того, ну, на самом деле, честно сказать, это не совсем то, например, что касается меня, это не совсем то, что я ожидал, потому что я все-таки надеялся, что и без этого деклея, он тоже будет работать, то есть я так думал, что, предположим, если, если вот этот строгий тип, строгий подход, не указывать, то, грубо говоря, если у функции нет, хинта, то и не надо, а если он есть, тогда он проверит, ну, к сожалению, это не так, тут одно из двух, либо он вообще не проверяет, либо он вот таким вот образом проверяет, тут есть, обратите внимание, маленький недостаток, маленький недостаток, если я сейчас уберу вызов, соответственно, этой функции, то в принципе, в принципе, мы никак не можем узнать, не запустить соответствие или несоответствие, так сказать, не запустив этот код, сейчас я вам объясню, каким образом, о чем идет речь, дело в том, что помимо того, что мы можем давать хинты передаваемым значениям, мы можем давать, также указывать тип и возвращаемого значения, возвращаемое значение указывается, в отличие от переменных, не перед именем, а вот так через двоеточие, через двоеточие, ну, почему так сделано, ну, я-то могу сказать, скорее всего, сделано очень просто, потому что, вообще, в других языках это дело указывается перед именем функции, да, вот таким образом, но здесь у нас в PHP само слово function, к слову лишнее, мешает, вот если бы у нас функции по-человечески объявлялись вот таким вот образом, то, в принципе, можно было бы сделать и так, но, так случилось исторически, что у нас висит это ужасное function-слово всегда, которое тоже выпилит когда-нибудь, все-таки, надеюсь, может быть, выпилит его, и мы указываем его здесь, мы указываем его здесь, да, но, обратите внимание, даже если я сейчас, вот представьте себе, я сейчас верну здесь не, не, интегра, да, а булиф тип, тем не менее, посмотрите, я запускаю код, и ничего не произошло, да, то есть, это ни в момент парсинга, ни в момент рекомпиляции, ни в момент ничего не чекается, не проверяется, только узнать о том, нарушили мы или не нарушили, можно только в процессе запуска этого кода, только в процессе запуска этого кода, то есть, Они проверяются в рантайме. Но, тем не менее, обратите внимание, это уже неплохо. И даже, в принципе, может быть, на первое время и не нужно строгий режим ставить, но, по крайней мере, уже появилась нормальная возможность указать, что же я все-таки ожидаю сюда и что же я все-таки ожидаю отсюда. Это очень хорошая вещь. Кстати, обратите внимание, друзья мои, обратите внимание, что это касается, строгий я имею в виду режим, касается и встроенных функций вообще. То есть, теперь, раньше, когда мы приходили, например, раньше, когда мы приходили в документацию PHP, предположим, в документацию PHP и читали там описание функции, например, strln. и там написано было, что сюда строка должна передаваться, мы могли, в принципе, спокойно сюда передать что угодно, какое-нибудь там число, оно там автоматом, понятно, привелось к строке и так далее. То теперь, если мы включим строгий режим, то это все, видели, отработает и на встроенных функциях, что, я думаю, даже не менее важно, чем наше и более важно. То есть, это то, о чем я всегда предупреждал на курсах, да, любителям бардака, не проверяя, не я, скажем так, да, что, мол, дескать, а зачем он сам все приведет к чему-либо, да, теперь придется туго, придется пересматривать свои взгляды, да. Вот, так что, смотрите, будьте внимательны, будьте внимательны, это очень хорошо. Так, еще одна, значит, вещичья есть, опять же, связанная, кстати, с этим делом, опять же, связанная с этим делом, это касается, опять же, класса, да, маленькая проблема. Дело в том, что, посмотрите, если у нас раньше был, представьте себе, что у нас есть класс некий, ну, суперкласс, да, у нас есть суперкласс какой-то, какой-то, да, и у нас есть его, значит, так, сабкласс, скажем так, который его наследует, экстенс, например, да, супер, экстенс, супер, вот, и предположим, да, и предположим, есть абстрактный класс, например, А, абстрактный класс А, в котором есть абстрактный метод, например, ну, фу, конечно, как вы думаете, да, так вот, смотрите, теперь есть возможность, опять же, да, описать не только параметры, эта функция, да, точно так же, да, точно так же, например, вот, возвращаемый, возвращаемый тип, да, то есть этот метод должен возвратить экземпляр, да, класса супер. А теперь посмотрите, какая ситуация происходит, например, да, например, кто-то реализует класс Б, да, который наследует класс А, да, описывает это дело, описывает это дело, сейчас мы его отпишем, ну, да, и обратите внимание, он хочет вернуть, например, new sum, да, то есть мы можем посчитать, что вроде бы это нормально, абсолютно, о, слово абстракт, извините, вот, абсолютно, ведь здесь указано, да, экземпляр класса супер, мы, 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 возвращаемый, берем и говорим sub, мы говорим sub, а ведь sub он наследует супер, и вроде как ничего такого плохого вроде бы нет, да, на самом деле, обратите внимание, произойдет ошибка, видите, произойдет ошибка, почему, но, это не значит, что мы sub не можем вернуть, мы его можем вернуть, но вот здесь мы по-прежнему должны указать, мы здесь должны указать по-прежнему вот этот супер, то есть тот возвратный тип, который указан в абстрактном классе, тот же должен быть указан и здесь, ну, понятно, возвращать мы можем, вот, экземпляр любого класса наследника, да, или что-либо еще, или что-либо еще. Так, да, хорошо. Идем дальше. Давайте поговорим чуть-чуть о генераторах, кстати, да, генераторы, постоянно какие-то новые фичи туда добавляются, добавляются, да. Вот, появилось несколько возможностей, связанных с генераторами. Первое, значит, вот какого плана возможность. Предположим, у нас есть генератор, который вот так возвращает, например, вот такие вещи. Раз, два, раз, два, да. А теперь, обратите внимание, у нас есть, например, второй генератор, например, да, ген-2, напишем. Он возвращает 3, 4, да, ну и до кучи он здесь возвратит что-нибудь типа the end. Вот так, да. И мы хотим запустить, что? Мы хотим этот генератор использовать вот так, чтобы после него управление перешло к этому генератору, да. Вот, это можно теперь сделать с помощью такого вот интересного оператора. Мы напишем так, yield from some gen, или нет, ну, ген, который, да, ген-2, да, у меня называется, ген-2. Так, сомнер, ген-2. Вот, вот таким образом, да. И теперь мы попытаемся все это дело запустить, да, пишем forEach, бросаем в forEach наш генератор как значение, например, да, значение. И выводим это значение, выведем вот так, и получаем, обратите внимание, то, что мы хотели, видите, раз, два, три, четыре за n. То есть он очень хорошо отработал генератор, потом перескочил на второй, передал управление следующим, что уже неплохо, да, неплохо. Вот, теперь, следующая возможность у генератора, которая у нас появилась, это не только это, не только это, скажем так, да, но и, смотрите, теперь у нас есть возможность указать возвращаемое значение у генератора, например, и не просто возвращаемое, не просто возвращаемое, да, а оно, его можно прочитать, получить с помощью метода getReturn, да, то есть как это будет происходить. Смотрите, значит, что мы делаем, ну, предположим, да, у нас есть генератор, предположим, это наш генератор, да, сделаем ген, вот так сделаем его, сейчас он нам еще понадобится, да, опять же, у нас есть forEach, forEach, вот так, вот мы здесь уже g укажем, да, g, v, и обратите внимание, этот forEach крутится, обратите внимание, да, то есть он там что-то делает, тра-та-та-та-та, а после этого мне нужно узнать, а он вообще там закончился или нет, да, и я могу написать нечто, обратиться вот к генератору, вот так, к методу getReturn, getReturn, ну, проверить, понятно, на, например, true там или на что-то еще, да, да, и если там все хорошо, я опять же скажу, да, что все, предположим, хорошо. Вот, где-то у меня есть, а, сейчас, секундочку, ген, 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 так, а, извините, извините, конечно, это вот он заругался, я просто знак доллара забыл, у меня тут много дней подряд был JavaScript, PHP давно не было, поэтому я отвык от знака доллара, да, вот у нас получился вот этот самый окей, этот окей, вот, тут маленькое предупреждение, дело в том, что этот окей, окей можно получить только когда генератор весь отработал, его нельзя получить в промежутке, да, то есть, если мы будем этот генератор, к этому генератору обращаться, например, обращаться до того, то есть, например, я отрабатываю вот этот генератор, я, например, методом next, я говорю next, next, это ел один произошел, да, то есть, он еще не дошел до конца, да, а я вот здесь уже, посмотрите, да, я уже пытаюсь, соответственно, дотянуться, например, к этому генератору, да, предположим, это вот так, то у меня сейчас выскочит ошибка, вот, видели, ошибка, потому что он еще не отработал, там еще один генерок остался, ретер, нет, вот только в конце, соответственно, можно это делать, это делать. Вот, ну, поскольку мы забрались, опять же, в область, как бы сказать так, совсем, наверное, да, таких последних изменений, потому что генераторы появились совсем не так давно, да, то нельзя не вспомнить анонимные функции, да, вот, что у нас с ними не так, с анонимными функциями, у нас все так и стало еще лучше, да, то есть, посмотрите, предположим, да, у нас есть некая функция, опять же, которая, опять же, я в одну строчечку напишу, возвращает анонимную функцию, да, ну, она будет у нас, как всегда, говорить окей, вот так. Вот, таким образом, и точечку с запятой мы, извините, не здесь, это, зря я, конечно, это сделал, да, ну, ладно, вот так, в одну строчку, вот так, да, возвращается функция, да, теперь, в PHP 5, в PHP 5, да, для того, чтобы вызвать эту функцию, мне пришлось бы что сделать? Сначала я обращаюсь, да, сначала я дергаю фу, правильно, да, раз, фу дергал, фу мне вернул сюда анонимную функцию, после чего я уже через х, в моем случае, да, обращаюсь к этому делу. Окей, давайте окей. Вот, теперь мы можем поступить гораздо проще, да, гораздо проще, мы можем сделать вот так и вот так. То есть, сразу, как видите, второй окей тоже пришел, да, видели, да, то есть, даже без, используем анонимную функцию, без какой-то промежуточной перемен, без промежуточной перемен. Вот, теперь, да, поскольку у нас, видите, появился такой интересный синтаксис, да, круглые скобки, круглые скобки, чуть-чуть подкрутили и с переменными, чуть-чуть подкрутили с переменными, то это то, что называется Uniform Variable Syntax. То есть, о чем идет речь, о чем идет речь, посмотрите, значит, у нас, предположим, есть некий массив данных, у нас данных массив есть, да, вот, в этом массиве у нас есть ассоциативный, да, у него ключ А со значением, например, D, и у нас есть переменная B, да, которая содержит строку hello, точнее окей, да, окей. Так вот, так вот, интересная вещь, интересная вещь, тут был слегка неявно и слегка запутанно, да, я, предположим, хотел бы, да, получить, я хотел бы получить, вот, уключая А вот это значение B, например, да, и вот такое, вот такое вот обращение в PHP 5, да, к массиву, вот к этому, да, оно здесь, ну, у меня сейчас PHP 5 здесь нет, поверьте, да, оно бы мне возвратило именно что окей, да, окей, то есть это было бы, да, а сначала B, да, залезь сюда, возьми B, а потом это все превратится в переменную, да, пойми. Теперь в нашем случае, в нашем случае, в PHP 7, да, PHP 7, мы делаем вот так, вот так, точнее, извините, а, да, конечно, а, это не то, вот, вот так, видели, вот, окей у нас возвращается, вот, окей. Обратите внимание, это гораздо, гораздо, гораздо проще, да, видели, здесь у нас уже пошла ошибка 7, да, вот, то есть и проще, и проще к чтению, да, потому что я сходу, согласитесь, что сходу прочитать что-нибудь что очень сложно. Здесь очень все понятно, да, сначала рассматриваем эти скобочки фигурные, то есть дергаем отсюда значение A, то есть B, ну, и потом это превращается в доллар B, из которого мы и получаем значение, что, в принципе, опять же, неплохо, прямо скажем, да, и удобно. Идем дальше. Идем дальше, да. Теперь поговорим об ошибочках, друзья мои, у нас теперь неплохо дела обстоят с ошибками, да. Мы теперь можем, вы не поверите, перехватывать фатальные ошибки, да. Представляете, что ничего вообще раньше не было, да, у нас опорники, мы заглушили, приглушили, да, все такое прочее. Посмотрите, все, что мы могли до этого сделать сейчас, да, мы писали exception, у нас есть exception стандартный, да, здесь, на echo, окей. В моем случае сюда как раз попасть именно окей, правильно, да. Вот, проблема, все зависит от того, что считать исключением, да, и представьте себе, что мы вызываем функцию, которой у нас нет, да. Что мы должны получить? Мы должны получить фатальный error, да, ошибку, все плохо, нет такой переменной, да, у нас получилось. Теперь, обратите внимание, мы вместо exception можем использовать специальный класс, который называется error, посмотрите, error, и вуаля, обратите внимание, вуаля, мы избежали, избежали фатальной ошибки. Избежали фатальной ошибки. Вот так. Вот, на самом деле это касается не только этого, друзья мои, это касается не только этого, да. Смотрите, что мы еще можем сделать. Сейчас мы возьмем, где-то моя арифметика была, вот она. Возвращаем, да, сюда, возвращаемся с арифметикой. И... И... Это наша функция, да, которая int, 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 да, возвращается, вся вот такая из себя. Вот это. Включаем строгий режим, включаем строгий режим, и пытаемся теперь здесь вызвать эту функцию, да, ну, с неправильными типами, например, да. Вот так. Правильно, да? Вот, обратили внимание, мы точно так же, да, точно так же, ничего не случилось, хотя мы там и это дело сделали. Вот, да. Хотя есть еще, вообще, эта ошибка, ее можно перехватить не обязательно error, а type error, type error, да, специально для этих дел придуман. Вот, чтобы можно было перехватить именно для ошибок вот с такими вот type hinting, да, тоже можно. Вот. То есть понятно, что предыдущий вариант у нас мог бы перейти. Ну, мы сейчас, кстати, сделаем, мы сейчас, кстати, сделаем такую вещь, да, давайте, вот так. А здесь будет вот такая вот, вот такая ситуация, да, мы сейчас еще один catch нарисуем. Нарисуем. Вот так. Значит, это будет error, а это будет type error, да, это ok, это ok1, а это ok2, да, у нас будет. Вот, и, соответственно, что-то я где-то забыл, да, опять. И обратили внимание, мы, да, вот попали, например, вот, вог1, да, хотя, по идее, ну, он, ага, значит, он тоже перехватывает error. По идее, вообще, вообще, ну, я не знаю, у меня 7.0.0, вполне возможно, по идее, должно было быть так, что, вот, по этому делу мы должны были бы в type error попасть, а в этому error. Ну, да, на самом деле, с иерархией надо ознакомиться, вот, потому что error, он базовый, да, для type error, поэтому он и произошел, да, как в случае с exception. Например, в данной ситуации мы упадем в error, все правильно, а в данной ситуации мы упадем в type error, да, вот таким образом, как exception в правильном порядке их расположить, да, потому что здесь ищется, как бы, базовый класс, суперкласс, вот, поэтому в этом случае сюда попали, в этом случае сюда попали, да, замечательным образом, замечательным образом, да. Вот, но, 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 чуть-чуть оставим этот try catch, точнее, именно этот не try catch, а этот try catch оставим в сторону, а вообще с try catch мы еще попробуем, да, и смотрите, что делать, если, что делать, если, представьте себе, у нас, опять же, в try, try, у нас есть какое-то что-то, что должно, давайте мы сейчас даже произведем, да, действие, да, значит, если что-то случилось, да, если случилось что-то, то хотим бросить exception, exception, ну, с каким-то там назидем, да, вот, да, а далее у нас идет, идет, идет код, и далее у нас, опять же, не определенная фу, да, не определенная фу. Маленькая проблема, мы уже с вами только что посмотрели, мы только что посмотрели, ситуацию какую, что, опять же, есть echo ok, ситуация какова, ситуация какова. Если мы здесь укажем exception, да, вот так, то мы свалимся в этот exception, в нашем случае, например, можем свалиться вот в этом, да, видите, произошла ошибка, потому что это не exception, это error, да, а если так, а если так, то мы сюда свалились хорошо. Проблема, мы хотим отследить и exception, и error, то есть, типа, все exception, их производные, и error, да, вот, для этих целей у нас есть объединенный, да, на самом деле, там есть такой, да, вот, то есть, мне, по-гречески, мне нужно нечто, либо exception, либо то вызвать, да, вот, у нас есть такой интерфейс, который называется throwable, который как раз их объединяет, да, то есть, надо здесь написать throwable, вот так, и теперь, обратите внимание, мы свалимся сюда и таким образом, и таким образом тоже, то есть, объединяющие семейство исключений, да, exception, и семейство ошибок, и семейство ошибок. Вот, еще, еще, кстати, еще, кстати, есть одно интересное, один интересный error появился, появился, для чего? Ну, как вы, наверное, знаете, в PHP с какого-то перепуга запрещено деление на ноль, да, так случилось. Например, да, мы хотим вот такую конструкцию, да, почему-то тут делить на ноль не ли я, это считается плохо. Вот, например, да, видите, там, division by zero и так далее, и так далее, ворнинги тут всякие выскакивают. Так вот, у нас есть ошибка, ошибка, которая так и называется division by zero error, да, вот такое вот длинное название division, да, которое и должно нас открыть. Окей, оп, а что-то оно у нас не сработало, ага, не сработало, а вообще-то оно должно, да, кстати, надо разобраться, вообще-то я протестировал, оно было, да. Ладно, это мы разберемся, но, опять же, есть вариант, у меня все-таки еще не финальная версия, у меня это самый первый релиз кандидата, они там уже не первые, может быть, надо было нечто последнее скачать, да. Может быть, здесь он либо не отработал, либо что-то еще, да, как-то, да, но это он в моем этом деле не отработал, да, очень странно, хотя должно, ну, а, проверим, еще-еще устаканилось, все-таки такая специфическая ошибка, да, как-то, окей, окей. В буквах не ошибся. Странно, ну, ладно. Ну, что, и последнее, наверное, да, ну, да, в принципе, наверное, таких побольше. По большому счету, мало, ну, еще есть какие-то изменения более мелкие, да, это что? Это то, что мы можем теперь константом присваивать в виде значения массив. Вот, массив, то есть у нас, предполагаю, у нас есть какой-то массив, ну, например, это могут быть настроечные конфигурационные файлы или там что-то еще, знаете, как обычно у нас юзер, там, юзер, предположим, да, в базе данных, например, настройка. Вот, там, root, предположим, да, password, например, что у нас там, раз, два, три, четыре, да, адрес такой-то, ну, и так далее, и так далее. Вот, и мы можем теперь сделать вот такую вещь, написать какую-нибудь константу, как-нибудь мы ее назовем там, я не знаю, db, предположим, да, db конфиг или что-то еще типа, и присвоить этот array. После чего спокойно обращаться, например, как db, то есть, да, как к массиву, как к массиву, да, например, user. Вот, user, и у нас оно было, видели, отработало. Ну, маленькое замечание, пока это вы, очевидно, помните, да, что у нас помимо констант, которые определяются достаточно старый способ, он был, есть и будет, с помощью функции define, у нас есть более новый способ с помощью такого ключевого слова const, да, например, вот так вот, что-то там, например, да, сделать. Так вот, присвоить массив в качестве константы можно только используя define, только используя define, пока до этого, ну, я думаю, что когда-нибудь туда это дело тоже впихнуть, и будет нам счастье, да, вот. Вот так вот у нас, такая вот у нас ситуация, это был краткий обзор, краткий обзор того, что нас ожидает в скором времени, а это время вот, вот этот или следующий месяц, я не помню, когда я там точно планирую дату, ноябрь-декабрь этого года, седьмая версия PHP, и мы посмотрели на более интересные такие, да, изменения.